Итак, давайте внедрим вертку в комплексный компонент, в частности, в компоненты NewsList, список новостей, и NewsDetail, новость детальна. Для начала скопируем шаблон комплексного компонента в дефолтный шаблон сайта. А теперь давайте откроем вертку. Это FileNewsList и FileNews. Мы видим, что в списках новостей используются картинки, так же, как и на детальной странице. Давайте перейдем в инфоблок новостей и загрузим какие-нибудь картинки для элементов. Для начала перейдем в настройки инфоблока новости и изменим параметры картинка для анонса, поставим создавать картинку анонса из детальной. А так же изменим габариты. Картинка для анонса у нас будет выводиться в списке новостей здесь, поэтому давайте поставим ей габариты, соответствующие этой картинке. В данном случае это 70 пикселей на 52 пикселя. То есть максимальная ширина 70, высота 52. Детальную картинку мы оставим такой, как есть. Итак, сохраним и загрузим картинки в новости. Соответственно, добавим картинку в подробно. Применить. И мы видим, соответственно, картинку для анонса, которая имеет соответствующие габариты. Давайте проделаем то же самое с другими элементами. Итак. Итак, давайте рассмотрим верстку News List. Мы видим, что все элементы хранятся в девиз-классе MainPost, давайте скопируем его из верстки и вставим в шаблон компоненты News List в комплексном компоненте News. Операция интеграции похожа, мы ее уже рассматривали. Давайте скопируем цикл по всем элементам. Удалим лишние. Смотрим, что нам потребуется. Здесь идет ссылка на детальную страницу новости. Соответственно, нам требуется ссылка на детальную страницу. Она опять же будет браться из параметра detailPageUrl. Вот он. Нам теперь нужно имя новости, наименование. А активность, дата активности. Вот он. Далее блок с картинкой и описанием. Соответственно, сюда мы вставляем картинку из preview picture. Вот она. В alt можно также ставить на именование новости. И далее идет описание. Давайте вставим сюда анонсовый текст. Это preview text. Удалим лишний шаблон. Сохраним. И посмотрим, что у нас будет выводить страницы новости. Итак, мы видим вывод новостей. Соответственно, анонсовая картинка. Описание и дата активности. Почему-то не выводится ссылка на детальную страницу. Давайте посмотрим, в чем дело. В данном случае неправильно указан наименование массива. Сохраним. Обновляем. И вот теперь мы видим ссылку на детальную страницу. Итак, теперь нам осталось интегрировать шаблон для компонента news detail. Итак, давайте посмотрим верстку внутренней страницы новости, детальной страницы новости. Как мы видим, здесь она располагается в девиз-классе mps-content. Давайте его скопируем в шаблон детальной страницы. А news detail. Обратим внимание на ее расположение. Она располагается в дефолтном шаблоне сайта. Компоненты. Здесь лежит шаблон комплексного компонента news. И в нем, соответственно, шаблоны, применяемых в нем компонентов. В данном случае это news detail. А, видим, здесь вначале подключается картинка. Мы будем использовать detail picture. Давайте сделаем проверку на наличие картинки. Если ее нет, то мы не будем выводить ее. И детальный текст. Удаляем прошлый шаблон. Сохраняем. А, и давайте забыл кое-что добавить. Добавим, соответственно, ссылку на детальную картинку. Вот она. А также в валь добавим name. Посмотрим результат. Итак, мы видим здесь картинку детальную. Она у нас маленькая. И детальный текст новости. Сразу поменяем лодировку шаблона. Давайте заменим изображение на большое. Перейдем в инфоблок новостей. Откроем эту новость. Для начала удалим анонсовую и детальную картинки. И загрузим новую. Ну, например, вот эту. Применим. Видимо, загрузилась большая картинка в детальную. И в анонсовую маленькая. Так, посмотрим, как она отображается на детальной странице новости. Так, вот мы видим. И обратим внимание на то, что здесь у нас используется ссылка к списку новостей. И ссылка к списку новостей из комплексного компонента. Давайте найдем вызов этой ссылки. Так как у нас шаблон компонента NewsDetail вызывается на странице Detail.php, откроем ее. Итак, мы видим здесь Bittrex NewsDetail. И ниже вызывается как раз эта ссылка. Давайте сделаем так. Вынесем div с ссылкой обратно к списку новостей в файл Detail.php. В шаблоне NewsDetail оставим только вот этот блок. Соответственно, div у нас должен быть и здесь, до вызова компонента. И это после вызова. Сохраняем. Воспользуемся ссылкой. и get функции getMessage. Откроем соответствующий ланговый файл и заменим в массиве mess с ключом, с таким ключом фразу на вот такую фразу. То же самое проделаем в другом языковом файле. Сохраним и посмотрим. Итак, забыли удалить здесь саму надпись. Итак, вот ссылка наша. Детальная страница новости. Давайте перейдем в список новостей. И что мы здесь можем заметить в списке? Это то, что наименование другой новости накладывается на изображении. Давайте посмотрим верстку шаблона NewsList еще раз. Здесь мы видим, что у изображения стоит атрибут alignLeft. Это значит, что изображение прижимается к левому краю, и все, что весь текст, который идет после, он обрамляет его справа. Давайте здесь добавим div с стилем clear-both для очистки обрамления. Так, сохраняем. И обновим страницу. Итак, сейчас обновим кэш. И видим, что у нас все стало на свои места. Обратим внимание. При работе с проектом, особенно с тем, которым делали не вы, существует сложность нахождения расположения того или иного шаблона компонента. Шаблон компонента может располагаться в различных местах. От дефолтного шаблона сайта, шаблона текущего сайта или же в шаблоне комплексного компонента. Причем шаблон комплексного компонента может располагаться также и в дефолтном шаблоне сайта или в шаблоне текущего сайта. Поэтому есть один способ, как определить точное расположение шаблона компонента. Откроем визуальный редактор, отредактируем шаблон компонентов в личной части. Здесь мы можем наблюдать путь до текущего шаблона.